Добрый день, дорогие представители некоммерческих организаций. Средства массовой информации у нас здесь должны быть, за масками, к сожалению, не всех знаю. Наша сегодняшняя встреча состоялась, на мой взгляд, не случайно. Мы, как ресурсный центр поддержки некоммерческих организаций, утвержденных Казанским федеральным университетом, в этом году озаботились вопросом информационной открытости некоммерческих организаций. Вы делаете хорошие, нужные, важные проекты, которые помогают людям. И да, говорят, что добрые дела нужно делать тихо, но на наш взгляд, конечно, о таких проектах нужно говорить, важно говорить, важно привлекать к ним внимание не только своих благополучателей, но и тех, кто может вам оказать содействие. И благотворители, и какая-то информационная поддержка, и многое другое. И вот так совпало, что к нам обратились наши московские коллеги, я считаю, про которых мы знали, мы про них информацию из себя на ресурсах размещали, новости публиковали. И вот они до нас, наконец, доехали с мероприятием, которое тоже посвящено информационной открытости НКО. Но я думаю, они сами более подробно расскажут о своем проекте, который реализуют. Я только хочу сказать, что мы, как всегда, работаем интерактивно, поэтому ваши вопросы смело задавайте. Мы уже обговорили о том, что, мы помним, да, проект «Три минуты» можно презентовать, можно рассказать, даже нужно рассказать, чтобы получить обратную связь, некий нетворкинг. Вот, ну и маленькое дополнение, в конце там у нас будет небольшой кофе-брейк и уже такое неформальное общение. Значит, я представлю, я на память не скажу ни в жизни, кроме имен, конечно, да. Значит, Александр Чекшин, руководитель портала «Открытое НКО», директор спецпроектов издательского дома «Комсомольская правда», продюсер проекта «Чистая страна» — это в области экологии, ну и уже более 20 лет так или иначе работает в медиапространстве. И Виктория Савицкая — это выпускающий редактор портала «Открытое НКО» и корреспондент издательского дома «Собеседник», журналист и продюсер. Ну, вам слово. Коллеги, добрый день. Рады вас приветствовать в одном из старейших университетов страны. Я так понимаю, Казанский университет всего на 50 лет моложе московского и уже 200 лет разменял. Лет, наверное, да, давно. Вам где-то 205, наверное, вот так вот, да? Вот, поэтому, конечно же, у вас сильные традиции, академические традиции, и мы вообще много знаем о Казанском университете в истории нашей страны. Выходцы этого университета отметились изрядно. И поэтому большая честь нам здесь выступать. И рассказывать мы будем вам, Виктория, я чуть позже дам слово, будем вам рассказывать о взаимодействии некоммерческого сектора, так называемого третьего сектора, который в нашей стране лет пять последних активно и бурно развивается, в том числе с помощью грантов, которые государство выделяет. И медиа, которые в этой среде, пытаясь выжить, занимаясь коммерцией, потому что медиагрант, конечно, тоже выигрывает, но основной их доход — это реклама. И те посетители, которые платят либо в газетном киоске, покупая газету, либо заходя на сайт, ну а в блогах и во всей этой истории, цифровой там только, вы понимаете, монетизация идет через клики. С этой точки зрения контент должен быть очень востребованным и очень сложно социальным некоммерческим организациям достучаться и до журналистов сначала, а уже через журналистов достучаться до редактора и попасть на ресурс, который позволит рассказать о ваших каких-то добрых делах массовой аудитории. Собственно говоря, я сам занимаюсь журналистикой давно, я журналист по образованию, и в последние лет 20 я на руководящих постах «Комсомольской правде», и мы занимались очень много и продолжаем заниматься, наверное, как самая активная медиа сегодня, социальной информацией, социальной журналистикой, потому что мы понимаем, что для нас социальная журналистика — это не просто некий такой довесок, неизбежный довесок той информации, за которой мы гоняемся, к тем горячим новостям, на которых мы хайпуем и ловим аудиторию, и продаем ее. Я хочу сказать, что «Комсомольская правда» сегодня — это сайт номер один в категории СМИ и новости в Ливинтернете. Это рейтинг, по которому оценивают, в принципе, это объективный рейтинг, по которому оценивают уникальных посетителей. Это 90 миллионов посетителей в месяц, то есть, собственно говоря, уникальных. Собственно говоря, там каждый взрослый человек заходит так или иначе на сайт «Комсомольской правды» в течение месяца, и в этом плане мы понимаем, какая-то огромная аудитория, потому что следом уже лента, следом риановости. Когда-то мы их догоняли, сегодня мы волею судеб, и только благодаря контенту мы сидим вот на вершине этого айсберга. Мы создавали сайт тоже одним из первых, и создавали его, начиная с отдельной новостной редакции, которую тогда было не принято делать в редакциях. Тогда было принято выкладывать PDF-полосы в интернет, и это считался сайт газеты. Мы первыми поняли, что это надо делать, и мы стали создавать, наподобие Реа Новостей тогда, и РБК тогда занимались хорошо. Мы стали создавать полноценную цифровую редакцию, параллельную. Уже потом журналисты традиционные научились работать в трех форматах. И на радио, которое у нас сегодня есть, это 400 городов FM вещания, полтора миллиона аудитория, у нас достаточно популярное радио, и на сайте, который я вам рассказал. Ну и газета. Газета сегодня, слава богу, еще живет, хотя делается все, чтобы она не жила, и киоски закрываются, и куча-куча проблем у нас возникает. Вы знаете, кто связан с принтом. Как сложно сегодня донести читателю информацию через этот носитель. Хотя именно к газетам наибольшее доверие, как к информации, к которой можно вернуться, как к информации, которую люди привыкли воспринимать, как говорится, напечатано. То, что написано пером, да, не вырубит топором. То есть то, что написано в газете, всегда говорят, ну как же в газете написали, это, конечно, правда. Конечно, это не всегда была правда. Сегодня комсомольская правда, несмотря на то, что многие уже не знают, что такое комсомол из молодежи. Но они, правда, нас читают только в интернете. Но у комсомолки сегодня ежедневно 800 тысяч тиража, еженедельный тираж больше полутора миллионов. То есть тоже люди, которые приходят к киоскам, подписываются или покупают. Да, это тоже говорит о лояльности к бренду. Так вот почему мы, журналисты, которые… И мы никогда не субсидировались. Мы всегда зарабатывали деньги сами, именно поэтому запускали много интересных проектов инновационных. Коллекции мы первые запустили лет 10, наверное, по стране печатали классику, печатали диски, диски с музыкой, диски видео, делали разные-разные альбомы, и архитектура, и какие-то художники. И все это огромными тиражами. И нам никто не верил, что это пойдет. Но это не наш опыт. Мы это подсмотрели у итальянцев. И первыми стали продавать Достоевского, грубо говоря, тиражом 100 тысяч. Когда его на всю страну, классическое издательство, печатало 5 тысяч на год и знало, что потребность в Достоевском будет закрыта. Мы стали издавать это огромными тиражами. Мы прошли благодаря этому очень хорошо кризис 2008 года. И была просто инновационная идея, которая очень правильно с точки зрения маркетинга легла на аудиторию. Это цена, это доверие к журналисту, который рекомендует. Ну и, конечно, желание собрать эту коллекцию. Это образованная человека, грубо говоря. Мы играли на разных таких человеческих желаниях. И это в маркетинге играло, конечно, в плюс. Мы продавали очень большие тиражи. Так вот, почему же, занимаясь коммерцией, мы в то же время тратим очень много времени на так называемую социальную журналистику? Потому что сегодня и мы, как компания, в которую и приходят, и уходят журналисты, мы заинтересованы в имидже этой компании. Так и все те компании, которые занимаются устойчивым развитием, мы не говорим, когда это экология или развитие промышленных гигантов, которые вынуждены для снижения углеродного следа заниматься каким-то устойчивым развитием, принимать программы. Мы говорим о компаниях, которые… Ну, как вот сейчас Северсталь запустила такую образовательную платформу для своих 4 тысяч сотрудников. Вот только что новость я вычитал. Называется Цифровая Сталь. Они хотят, чтобы их сотрудники понимали весь цикл производственный, даже те, кому это не нужно. Ну, грубо говоря, сидит маркетинг, маркетолог. Вот он в интернете что-то для Северстали делает, какую-то такую медийную историю. Он должен понимать весь цикл, понимать значение, понимать, как эта компания встраивается в общую структуру промышленности, тот вклад, который она вносит, наверное, в процесс экономический в стране. Для чего это нужно компания? Для чего нужно, чтобы сотрудники это знали? У них три уровня. Есть базовые, которые все должны пройти, образование, образовательная программа. Есть там меньше и глубже какой-то цикл лекций, есть совсем для топов, для того, чтобы они и ощущали свою сопричастность, и понимали, что те процессы, которые происходят, они зависят в том числе от них. То есть сотрудников делают партнерами, не просто нанятыми менеджерами, а партнерами. И в этом плане любое НКО, которое больше всего сегодня заинтересовано в привлечении, ну как никакая коммерческая организация, у которой есть учредители, бюджеты, и дальше понятные процессы, бизнес-процессы. У некоммерческой организации, как правило, есть какие-то, может быть, там грантодатели и какие-то те партнеры, которые делают взносы, но, как правило, это вообще грантовая история. Собирается компания увлеченных людей, они даже чаще всего что-то делают до того, как организовались некоммерческие организации, что-то, ну, хоспис ли организовали, бездомлемые помогают ли животным, или, там, значит, инвалидом, или какие-то инклюзивные практики. Они сначала что-то делают, потом понимают, что нужно, конечно, поддержать, потому что тяжело это делать, собирать деньги тяжело, фандрайзить очень тяжело, и, конечно же, с этой точки зрения они объединяются и получают некие гранты. Так вот здесь, после того, как организация появилась, после того, как коллектив единомышленников решил, что да, пора нам объединиться, потому что одно дело это представляет Александр Чекшин, другое дело это компания людей увлеченных, и тогда доверие к тому, что мы делаем, выше, тогда легче привлекать волонтеров, тогда легче привлекать тех грантодателей, которые могут быть заинтересованы в проекте. Так вот с этого момента, как только вы организовались, возникает вопрос вашей медийной истории. Ваш личный вопрос в медийной истории очень важен, он возникает с момента, сегодня уже, я так понимаю, как дети освоили смартфон и вошли, но я не знаю, там возрастные ограничения какие есть, вошли в Facebook или в ВК, да, и начинается их медийная история. Сегодня уже вы знаете, что медийная история, которая за вами идет, вот следом там в интернете, к ней очень внимательное отношение у работодателей, и все больше и больше будет внимания. И уже никто просто так не пастит какие-то фотографии, ну, наверное, подростки-то еще как-то балуются, да, но уже во взрослой жизни рекомендуют почистить свою старую историю и сделать так, чтобы когда человек попадает на ваш профиль, он понимал хотя бы из ваших публикаций или лайков, или каких-то рекомендаций, репостов, что вам интересно, насколько вы глубокий человек, насколько вы всесторонне развитый человек. Собственно говоря, когда вы готовите резюме, поступая на работу, вы тем же самым занимаетесь, вы пишете, где вы учились, вы пишете о своих интересах, вы пытаетесь себя продать работодателю, и это нормально, потому что иначе работодатель не выберет вас, выберет того, кто лучше себя продаст. Это самопрезентация, и этому надо, собственно говоря, наверное, в школах учить, потому что сегодня, конечно же, у нас в школах не учат самопрезентации, не учат писать заявления в полицию, заявления в какие-то надзорные органы, никуда не учат писать заявления, мы учим много других вещей, но вот эти базовые вещи мы проходим методом проб и ошибок, как правило. А этому надо учить, и этому будут учить, и вы сейчас, то, что мы будем рассказывать, это в какой-то части, конечно же, с точки зрения НКО, если воспринимать как молодого такого героя какого-то, то вот его презентация в сети, его презентация перед медиа, перед публикой, это как раз та история, которая каждая из вас касается. И мы хотим рассказать, почему часто медиа не слышат вас, почему им кажется неинтересным то, что вы делаете, хотя, может быть, это очень важно, и было бы им интересно, если правильно это преподнести, и как находить этот общий язык, и как попадать в информационное поле, потому что это уже, как говорят в Америке, must have. Ты должен это уметь делать, как только ты, как минимум, организовался и хочешь что-то презентовать, хочешь, чтобы это была не твоя частная история, а история публичная. Как только это возникает, вы должны этим заниматься. Значит, вот идея, которая у нас родилась, сзади меня идут слайды, я тогда буду сюда подсматривать себе смартфон. Вот, собственно говоря, и была, когда мы искали, была проблема в том, что добрые дела тысячи НКО никто не замечает, и у НКО нет ресурсов, это раз, для того, чтобы нанимать PR-менеджера или создавать какую-то пресс-службу, да даже нанять рерайтера какого-то, который мог бы литературным языком, имея соответствующее образование или хотя бы опыт, изложить это в той манере, которая интересна читателю, потому что канцеляризм — это наш бич, это мы все умеем делать, штампы у нас сидят в голове, и, конечно же, если у тебя нет навыков литературного изложения, то ты будешь достаточно косноязычен, консервативен в своем изложении, и это будет неинтересно никому, потому что начнут засыпать на твоей даже самой интересной истории. Ну и помимо того, что нет ресурсов и навыка, есть вот проблема со СМИ, у которых совершенно нет заинтересованности об этом писать, потому что это не привлечет большой трафик, лучше написать о скандале, вот посмотрите топ-5 новостей, топ-5 новостей в каждом регионе, не знаю, как в Казани, но у нас в Москве какие-то проблемы, либо это война, либо кто-то умер, либо кого-то, значит, куда-то повели, арестовали, нашли опять миллиарды, закопанные в банках у каких-нибудь чиновников. Это те истории, которые, ну, вы знаете, это хайповые темы, это те истории, на которых медиа рерайтят друг друга, это тоже такая очень появившаяся в наше современное время такая журналистика, как говорят, такая щебенка, она совершенно, там нет журналистики, там есть навык рерайта, и те люди, которые рерайтят за небольшие деньги в интернете, их очень легко найти, значит, они не имеют соответствующего образования, но они правильно умеют компоновать, там, для того, чтобы Яндекс посчитал новости оригинальные, надо примерно треть новости изменить, перефразировать. Конечно же, медиа пытаются рерайт делать профессионально, что значит, они ищут еще детали, они дозваниваются до тех людей, которые в сюжете упомянуты, они начинают историю развивать, кто-то видео добавляет, отца лжи вес выдачи поисковой дает, но все равно поисковая выдача Яндекса новостная захламлена, то есть есть сюжет, какой-нибудь ТАСС или кто-то сообщил, мы сообщили, еще кто-то сообщил. Дальше длинный-длинный поток рерайта, который собирает кучу посетителей, и ладно бы он собирал кучу посетителей на свои информационные ресурсы, часто вы попадаете на ресурсы прокладки, кликайте, переходите снова, кликайте, вот СМИ-2 и прочие такие вот есть баннеры обменной сети, на которых ты читаешь новость, ты хочешь о ней узнать, ты попадаешь на другой сайт, там опять и опять, и опять, и опять, и потом ты добираешься, конечно, до новости, но при этом тебя очень хорошо промываете мозги рекламой. И это огромная проблема, потому что вот сейчас только что делует в октябре они опубликовали очередное исследование, большое исследование медийного рынка, они исследуют то, как народ, как общественность воспринимает медиаресурсы, потребляет их по времени, больше, меньше, и как общество реагирует на рекламу. Потому что на самом деле хорошая реклама, она помогает нам решать проблемы, она не навязчивая. И вот вы знаете, есть нативная реклама, которая вообще, она вроде как раньше называли скрытая, сегодня такие интеграции грамотные, в рамках контекста какого-то, если ты читаешь о горных курортах, то логично тебе там лыжи предложить, это даже не просто там нативный таргетинг или поведенческий таргетинг, это в рамках концепции ресурса новостного он может писать и под это подтаскивать рекламу, которая не автоматически подтаскивается, а потому что редакция так решила, что эта реклама здесь уместна. Вот если брать такие цифровые форматы, дуть старается своей рекламной интеграции, делать очень грамотно, потому что он заинтересован в том, чтобы те миллионы его зрителей, которые есть, оставались вместе с ним. И это как раз вот та проблема, с которой общество столкнулось. Я немножко буду отклоняться от презентации, вот да, второй слайд, сейчас мы к нему дойдем. Я хочу вот вам проходил недавно опрос, летом был проходил опрос очередной общественного мнения, фонда общественного мнения, и вот они смотрели, каким же образом сегодня восприятие, кому доверяют сегодня читатели, зрители, слушатели, насколько медиаисточники, традиционные медиаисточники и новые медиаисточники в виде телеграм-каналов, социальных сетей, востребованы у разных аудиторий, и вот как вот кредит доверия. Так вот, соцсети выросли за 10 лет с 6 до 40 процентов, из них черпают информацию больше всего и доверяют им больше всего. При этом знакомые, рекомендации знакомых снизились в два раза, с 26 до 17 процентов. Это странная вещь, потому что, когда мы говорим друг другу, мы раньше-то доверяли, ну как, мне он там сказал сосед, да, или на работе слышал, а сегодня соцсети в этом плане уже становятся как медиа-канал, им верят гораздо больше, ими пользуются, ну естественно, они везде у нас с утра включили, новости тебе сыпятся через соцсети, но уже соседу так не веришь, уже идешь в интернет и смотришь, он прав или не прав, потому что вот этот факт-чекинг или там та информация, которая у нас сыпется, она позволяет это делать быстро, в одно касание. И доверие к соседу падает, к знакомым. Значит, газеты, естественно, потеряли в три раза, с 37 до 16 процентов, но интернет на этом фоне вырос с 9 до 39 процентов, в 4 раза вырос интернет. Эти вещи не новые для вас. Вот Делойд отметил, что потребление само по себе, там, вы знаете, телевидение всегда было у нас главным каналом коммуникации. Сегодня интернет-телевидение замещает этот канал коммуникации. Совершенно естественным образом идет этот отбор, и пройдет лет 20, те миллениалы, которые, значит, сейчас в интернете сидят, они вырастут и будут продолжать пользоваться цифровыми каналами. И, конечно же, классическое телевидение наше с сериалами уйдет в область домохозяек. Там вот домохозяйки будут смотреть, наверное, хотя даже современные домохозяйки уже и его не будут смотреть, потому что там реклама, там что-то все навязчивое, а каждый выбирает под себя кастомизированную повестку. Он не хочет все подряд, он не хочет видеть именно сейчас эту программу, он хочет видеть ее позже и без рекламы, и в то время, когда ему комфортно, и с тем, с кем ему комфортно. И с этой точки зрения телевидение теряет позиции, оно по 2-3 пункта теряет, вот за год оно потеряло 3 пункта. И радио теряет позиции, но растут цифровые каналы, при том, что смотрение телевидения в целом выросло. Пандемия этому способствовала, мы все сели дома и стали больше смотреть. Но если смотреть между каналами, то телевидение теряет и продолжает терять, и это влечет за собой рекламный бюджет, это влечет перестройку всю финансовых рынков, ну и, соответственно, развитие каналов. Будут развиваться те каналы, которые наиболее востребованы. Так вот, у нас 200 тысяч, больше 200 тысяч НКО сегодня в стране. Каждый день они совершают добрые дела, и каждый день они имеют право быть услышанными. Потому что если я что-то делаю хорошее, то как минимум я хочу об этом рассказать. Ну, рассказывают друзья, но хочу, чтобы об этом узнали и соседи, и узнали просто горожане мои, те, с кем рядом я живу. При этом, конечно же, СМИ ищут качественные истории, там написано, и вот этого нет партнерства. Вот на этой проблеме, с одной стороны, СМИ ищут проекты, с другой стороны, эти проекты есть, но о них никто не умеет говорить. Родилась наша платформа. Называется добро.life. Вот внизу ее адрес в сети. Это проект открытый НКО. Соответственно, мы объединили на одном ресурсе. Можно следующий слайд. Объединили на одном ресурсе СМИ и НКО. Мы помогаем НКО донести в правильной форме, упакованной журналистами, информацию. Соответственно, редакция получает готовые релизы, которые можно рерайтить или публиковать прямо в том варианте, в каком есть. По фото мы решаем все авторские права за них. То есть мы делаем некую предработу для НКО. Для тех, кто не готов держать в штате каких-то людей, или кому некогда, потому что есть НКО, у которых огромная активность, и мы просто помогаем дополнительно, как мы себя говорим, это твоя пресс-служба. Ну и, соответственно, если дальше идти, то у нас партнеры здесь комсомольская правда. Мы выиграли два раза фонд президентских грантов. Следующий слайд можно. И вот, собственно говоря, в 2018-2019 году мы фонд президентских грантов выиграли до 2021 года. Мы сейчас это реализуем, дальше будем снова заявляться. Потому что сначала это была идея, сегодня это уже целый, знаете, даже не знаю, это целый медиапортал, на котором тысячи зарегистрированных НКО, тысячи зарегистрированных СМИ. И вот этот процесс обмена информации происходит в онлайн-режиме постоянно. Вот мы сюда приехали, редакция работает, мы видим, сколько готовится и рассылается каждый день материалов по разным СМИ. И сколько приходит материалов от вас, от НКО. Следующий слайд покажет нашу уникальность и по этому эффективность. То есть это процесс всероссийский. Мы видим полностью под ключ публикации, ежедневно их обновляем. И пополняем ту базу, которая у нас есть, десятки тысяч НКО, которые и нам присылают, и мы с ними делаем рассылки, взаимодействуем, учим. Потому что на портале открытой НКО есть 16 лекций, выложено было в том году, и 16 будет в этом. Уже там 4 выложили, сейчас еще 4 выложим. Это лекции от практиков. Там, например, Егор Ельчин рассказывает, как на Планета.ру правильно подать свой проект, чтобы он собрал деньги, потому что Планета.ру один из наиболее продвинутых ресурсов для фандрайзинга. Или Ашот Караханян рассказывает, как с телевидением взаимодействовать. На ОТВ есть хорошая программа, он ее ведет. ОТР. ОТР, да, общественно-российские телевидения. Соответственно, и там много-много таких кейсов от практиков рынка. И прослушав их, ты поймешь, как с соцсетями работать. Например, Лачканов Илья рассказывает, он давно. Но он для многих очень крупных медийных федеральных ресурсов, хотя он сам из Белгородской области, агентства у него там находятся. Они делают, зная, как работать с соцсетями, делают для них работу по подряду. И он учит этому, объясняя, почему это так важно для любого НКО. Соответственно, что это дает? Для СМИ это разнообразие. Вот как мы убеждаем СМИ, нам когда говорят, слушайте, заплатите, это как-то метод. Мы бесплатно такое не публикуем. Мы посылаем какой-то релиз хороший, о чем-то очень хорошем. Нам говорят, погодите, а деньги где? Мы говорим, какие деньги, ребят? У нас нет денег, это не про коммерцию. Не, 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 там почему не упоминаются никакие коммерческие компании. Понятно, когда Сбербанк что-то делает, все ему говорят, не, мы не опубликуем. Да, деньги. Да, и Сбербанк думает, ладно, в следующий раз я лучше не буду себя светить, сделаю что-то, пусть на вот НКО опубликует. Или если им надо, они платят, или как-то ищут другие каналы коммуникации. То есть здесь нет никакой коммерческой истории, но при этом СМИ раньше было больше, сейчас это реже встречается, потому что они начинают понимать, что разнообразить свой контент и писать о социальных темах очень важно. Это важно для их, в первую очередь, имиджа, для их читателей, для той молодежи, вот мы там будем дальше говорить, для которой эта тема сама по себе сегодня является в одном из приоритетов. Потому что, конечно, они интересуются всем Оргенштерном, да, и, значит, темой, которая, ролик, как там, ролик за 10 лямов, да, сейчас Познер рекламировал Альфа-Банк, теперь Моргенштерн. Совершенно разные аудитории, скандал в сети, и, безусловно, Альфа-Банк рискует в какой-то части, но, конечно, традиционная аудитория ценит в Альфа-Банке не то, что Познер его рекламирует, а какие-то другие более, может быть, качественные, там, какой-то веб-интерфейс, или, я не знаю, что там, какие-то ставки процентные, да, ну, а для молодежи это, безусловно, открытие, что, оказывается, такой банк модный, надо же, там, вот этот, и на этом фоне очень интересное возникает, когда человек, у которого нет, там, какого-то классического образования и лет работы в музыке, сегодня зарабатывает в пандемию огромные деньги, а какой-нибудь Кортнев, например, который мы все знаем, замечательный музыкант, он продает имущество, потому что он перед пандемией взял в ипотеку там что-то, и все, денег нет, и концертов нет, и что ты будешь делать. И это переворачивает тоже и наше понимание мира, и отношения, как к медиа, так и к каналам коммуникации. Нужно понимать, что если ты не умеешь там работать и не учишься работать, то завтра ты вынужден будешь, ну, условно говоря, продавать свои активы, неважно, что, ну, условно, это там, имидж твой будет падать, на фоне этого будет расти имидж других людей, которые, может, совершенно делают не те вещи, которые вы, и на порядок хуже. Соответственно, зачем это нужно? Зачем это нужно? Я говорил, что СМИ становятся социально-инитированные, публикуют этот контент и поддерживают СМИ свою регион, нормальный патриотизм, да? Ну, а для НКО они, ну, очевидно, становятся открытыми, становятся профессионально, начинают о себе рассказывать, и, соответственно, повышается доверие к их деятельности и интерес к их деятельности. Вот примеры, примеры, ну, так мы пробежим, что это есть сегодня везде, да, и в наружной рекламе, вы должны знать, что, ну, в Москве это прописано в положении городском о рекламе, наверное, в Казани так же. Есть какой-то объем поверхностей, которые отдаются под социальную рекламу, есть в этом очередь из тех, кто хочет туда попасть, и ты заявляешься, ты прикладываешь макет, и тебя на эти поверхности размещают. Закон о рекламе, а сейчас у нас на базе общественной палаты решается вопрос социальная реклама, вот, да, ее размещение. Прямо как отдельный канал коммуникации. Это очень правильно, потому что наружная реклама, безусловно, она воздействует на нас, и когда такой тренд, а тренд очевиден, тренд на социальную вот эту вот поддержку, на какие-то проекты, которые генерятся, что называется, снизу, то нужно на это реагировать соответствующим образом. Вот ТВ-программа, те, которые, вот активная среда на ЛТР, попроси у неба в пятницу, и вот это лишь некоторые программы. Дальше у нас идут СМИ традиционно, от Урия новостей, это социальный навигатор на Медузе, Медуза Кэ, многие знают, хороший проект Доброволец. У Комсомольской правды этот проект сейчас был, только что на тех выходных закончился форум большой, Доброволец, и мы там пятое место заняли, вот мы делали несколько марафонов Доброволец на радио, это добро против коронавируса, и там несколько таких было у нас летних интересных историй, и вот пятое место по стране, там было, мне сказали, 64 тысячи заявок, огромное, я удивился, что столько, неужели у нас столько проектов в этой теме, медийных заявлено, эхо Москвы чувствительное, и маяк адреса Милосердия. Вот, ради чего все это делается? Портрет читателя, активист, это источник у нас фонда общественного мнения, 60 тысяч респондентов, это огромная выборка, если там ДЛО это 1600 выборку делает, то здесь 60 тысяч, то есть это очень релевантные цифры, и самое интересное, что здесь вас должно интересовать, и медиа, и НКО, то кто же эти люди, которые готовы помогать? Ну, на самом деле это люди с высшим образованием в половине случаев, и молодежь до 30 лет, это 56%, это та аудитория, за которой гоняется любое медиа, и та аудитория, которая для НКО является как раз волонтерами, готовыми это поддержать, хотя бы не за деньги, а по приколу, или там по каким-то другим мотивационным вещам, да? Это то, почему сегодня и социальная журналистика начинает расти, и пресса начинает на это обращать внимание, ну и почему это важно для НКО. Видите, у нас 23%, там может быть мелко, я скажу сейчас, 23% людей, россиян, помогают незнакомым людям, 23%, и 11% значит участвуют в благотворительные пожертвования, делают. И это добровольцев у нас примерно, ну по одним данным, вот так мы всегда считали, было 2,5, сейчас 2,7 миллиона, то есть это не так много, 2,7 миллиона, это там у нас примерно, кстати, где-то есть процент, да, это 2 с небольшим процентом, но вот Владимир Владимирович сказал, у нас 15 миллионов добровольцев, значит 15 миллионов, потому что кто их считал? Это же люди, которые участвуют, так вот, субботник мы собрались, кто нас считает? Да никто, но субботник, ладно, это субботник, но точно так же кто-то помогает какого-то, каким-то животным там не погибнуть с голода, да, или каким-то бабушкам носит, помогает еду, вот сейчас там в коронавирус, за покупками ходит или за лекарствами, кто их считал, да, наверное 15 миллионов, но очень много, и это та аудитория, которая и для НКО, и для медиа очень важна. Вот тренды изменения в обществе, они очень интересные, начало, это время СССР, вы увидите, да, это митинги, демонстрации, собственно говоря, мы так и организовывались, и ходили, значит, вот я это время застал, и комсомолы, и всю эту пионерию, и мы ходили, собирали макулатуру, и вот главное, это митинг, потому что идеологически важно было это дело подогреть, да. Потом появились корпоративы, пришло коммерческое время, мы стали там тимбилдинги устраивать, и вот такие вот корпоративные вещи, это тоже принцип, по которому люди там, общество себя идентифицирует и объединяется. Потом появились программы, а вот по командообразованию, да, благотворительность потом родилась, благотворительность у нас родилась в 2010-е года. Да, да, еще было много споров, если вы помните, вот ты сделал что-то хорошее, но компания купила в школу там новые парты, а надо ли об этом говорить? Вот директор компании говорит, ну, купили новые парты, считаем что-то важное, вот мы часть прибыли туда направили, они по карманам засылали. И мы там еще говорили, журналисты, а, он вот пиарится так, он для этого это сделал. А другие говорили, нет, он сделал это по зову души, рассказал, чтобы другие тоже делали. И тут такая палка всегда о двух концах, но на самом деле она исходить из своего внутреннего понимания, внутреннего закона, если бы ты это сделал для души, значит для души, если бы ты это сделал для пиара, ну, для тебя эта история пиарна. Но вот эта благотворительность с 2010-е годы, она очень бурно расцветала, и тогда еще не было такого третьего сектора сформированного, и такой государственной поддержки, как сейчас. Тогда это шло, и это продолжается в компаниях. Другое дело, что это приобретает новые формы. Потом появилось такое понятие, как корпоративное волонтерство и корпоративная социальная ответственность КСО, да, и дальше мы вышли на европейский же уровень, там это ООН, это Sustainable Development, это устойчивое развитие, да, когда ты говоришь о том, что наша компания должна думать о том, что мы оставим тем поколениям, которые придут работать сюда через 50 лет или 100. И идеальный вариант, когда оставим те же ресурсы, то есть мы восполняем их, мы их тратим и мы их восполняем. И в этом плане сейчас все идет дальше. Сейчас углеродный след, вот эта вот наша проблема, которая связана с потеплением, она всех волнует. Ну, Россию меньше волнует, наверное, Европу больше волнует, как обычно, но никуда не деться, сейчас будут вводиться санкции, и за карбоновый след мы будем платить 3 миллиарда долларов примерно в год. Это вот за экспорт, все, что мы экспортируем туда, будет облагаться этим налогом, если мы не обеспечим снижение углеродного выброса. Поэтому все программы «Чистый воздух», вот эти программы «Экология», которые сейчас есть, и когда заменяют общественный транспорт и личный транспорт, переводят с обычно традиционного топлива на газомоторное топливо, или там электро, вот появляются электромобили, электробусы. Это все именно в этом связано. Легче инвестировать сегодня в то, чтобы современные автомобили не портили воздух, чем платить эти же деньги, но в виде налога, который он тебя все равно обложит. А вот мы буквально недавно общались с профессором Мадей одним, он сказал, что сегодня двигатели, вот этот стандарт ЭК5, ЭК6, двигатели, которые из Европы приходят и которые ходят на нормальном топливе, воздух, который выходит из выхлопной трубы, чище, чем который засасывается. Так это же получается пылесос ездит, даже озонатор такой туда поставить, озонатор и пусть машина очищает воздух. Во всяком случае, это правда. Проблема огромная для промышленных городов, что воздух там, особенно в маленьких городах, где там, как Магнитогорск, где огромное предприятие, они должны думать, но есть города, где нет как Магниткин, где только общественные. Москва, например. Москва. Там нет таких крупных промышленных центров, если брать ее по площади, по населению. Так вот там основные выбросы – это транспорт общественный. То есть мы ездим на машинах на своих, собственно говоря, и загрязняем тут воздух, там вот эта мелкодисперсная пыль, которая вылетает, собственно говоря, мы сами себе и вредим. А итальянцы только что доказали, что это пыль. Почему они переводят всех на электромобили? Чтобы было ноль выбросов. Потому что это пыль, это взвесь. Именно через нее там микроны, они проникают сквозь тело очень легко, ничем их не защитить. Через них, оказывается, коронавирус тоже проникает легко в нас. То есть со всех сторон нам выгодно должно быть сегодня развивать и устойчивое развитие компании, и свое отношение менять. Ну я вот сейчас про экологию говорю, да, то есть формировать другие привычки, другое потребление и по-другому воспринимать мир. Китайцы вообще сказали, к 60-му году ноль углеродного следа. То есть все, что они выбрасывают в атмосферу в виде СО2, должно либо поглощаться лесами, они сажают очень много лесов, заодно их торгуют этими лесами, и это целая такая программа государственная. Либо они даже на экспорт готовы брать какую-то грязь, чтобы ее перерабатывать. Это, конечно, звучит все пока фантастически, но, наверное, мы к этому придем. Какое-то имеет отношение к НКО. Да самое непосредственное это имеет отношение к НКО. Поэтому меняется потребительское отношение к информации в первую очередь. И если вы не научитесь доносить информацию правильно, или медиа, если не научится в этой информации находить ту аудиторию, вот те самые 46% молодежи, которые готовы их потреблять, то вы потом этот разрыв там, раз, этот разрыв произойдет, и дальше уже его восстановить очень сложно. Это как традиционное телевидение потеряло эту аудиторию, которую нужно было оставлять в онлайн-формате, общаться с ней, а не сидеть на ящике и действовать традиционными методами, методами рубильника. Там вот у нас огромная проблема больших корпораций в том, что они не могут мобильно развиваться. Вот я переношу номер с МГТС на МТС. В Москве МТС купила МГТС, городскую телефонную сеть. Перенос номера для меня это цифры, коммутация. Это, ну, 2 секунды. В Израиле так и происходит. 3-5 секунд мне друзья написали. Я начал 30 октября, до сих пор мне номер не перенесли. Я написал 5 заявлений. Я хожу к ним как на работу. Тут забыли, тут потеряли, тут, извините, стажер сидел. Я не могу понять. Это одна из крупнейших корпораций. Я со временем с Билайна к ним ушел. Теперь думаю, а зачем я? Ну, конечно, ушел как. Там дешевле, они же чем заманивают рекламой. Поэтому это тоже говорит о том, что МТС в таком виде не жилец. Значит, придется время, когда их поглотит либо какая-то западная компания, либо кто-то из более мобильных местных игроков. Дальше. Если не растягивает, надо реагировать по-человечески. Вот бизнес, посмотрите, он социален. Тут несколько примеров. Русал. Зеленую волну ведет по озелению и благоустройству. Понимаете, можно сказать, ну, конечно, денег столько, вот пусть бы делали. Ну, посмотрите, что с норникелем происходит. Денег-то очень много. Прибыль гигантская. Но старые технологии ничего не обновили. В итоге мы знаем те проблемы, которые там возникли. И как это восстанавливать? Там сейчас Ростоветнадзор насчитал больше 100 миллиардов. Но это, я не знаю, как восстановить то, что уже испорчено. Это очень сложно. Хотя океан. Океан все переварит, да. В этом плане бояться не надо. Мегафон. Очень много у них программ. Но я тут не буду их всех, значит, расхваливать. Сбербанк, Вкусвилл. Вот. Следующий слайд очень важен. Можно мы тогда нашу расхвалим? У нас компания Татнефть, да. Наша крупнейшая нефтяная компания, которая проводит ежегодно и конкурс грантов для некоммерческих организаций. Но они поддерживают и социальных предпринимателей, и в индивидуальном порядке к ним можно тоже с социальными проектами обратиться, они будут рассматривать. Это достаточно не маленькие суммы, которые вкладываются в развитие социального сектора. Казань, я знаю, впереди планеты всей. По раздельному сбору мусора у вас фандоматы тут поставили в школах, идет какой-то эксперимент. Не знаю, правда это нет, но там прям школьников вовлекают в игру. Принеси, сдай, получи какой-то купон, дальше там на что-то поменяй. И это правильно. Родители газельками привозят макулатуру. Это очень правильно. Сейчас на уровне правительства вчера прошла новость, обсуждают, как же сделать так, чтобы людям было выгодно принести тару, издать ее, организовать пункты торсырья, закрыть эти мусоропроводы, которые только... Оттуда мусор только на мусоросвалке. И это огромнейшая проблема, которая в стране стоит. У нас 8200 мусорных свалок. 8200 мусорных свалок. В программу «Чистая страна» входит около тысячи. То есть 7200 даже не знают, когда к ним подступаться. А вот Мене опубликовал недавно отчет, до того, как его Следственный комитет арестовал, отчет о счетной палате, по которому он сказал, через 2 года 17% этих свалок будут переполнены, а еще через 2 года уже 34%. То есть проблема есть, и ее надо решать, и ее не решить вот так вот, пац, и решили, да. Ее не залить деньгами, но это отрасль, которой нет, которую мы создаем, кадров для ней нет, и это долгий-долгий процесс, сложный процесс. Но вот если менять сознание, то это тоже будет помогать эту проблему как минимум не создавать. И Казань, молодцы, вас везде хвалят. Я вас тоже хвалю, когда экологические программы ко мне приходят. Ну Казань, молодцы, да. Вот видите, топ-15 СМИ с социальной тематикой. Комсомолка 21 тысяча, дальше следующий уже АИФ тоже молодцы, но уже 13 тысяч, да. Мы пишем очень много, и здесь можно посмотреть, кто как, вот деловые издания пишут совсем мало об этом, собственно говоря. И это не потому, что мы молодцы, а они не молодцы, просто мы находим для себя это очень важным. Конечно же, мы не деловое, не нишевое СМИ, мы массовое, поэтому у нас и должно быть много публикаций. Но мне кажется, в каждое СМИ, традиционное это или СМИ, или новое, или это вообще блогер какой-то, который, значит, очень популярным стал. Оно должно заботиться о том, как поймать ту самую молодежь, у которой совсем другое понимание. Ну и людей, собственно говоря, вы же и по себе чувствуете, насколько та же экология стала трендом нашим общим. Мы о ней уже говорим, как о каких-то... Ну все стараются быть экологичными сегодня. Никто уже так просто не бросает мусор, не потому что там, как в Сингапуре говорят, за это увидел и оштрафовали. У нас никто и никого не оштрафует, понятно, да, но уже никто как-то... Вот я хожу, и я не вижу, чтобы как в советское время какие-то окурки валялись, да. Ну и убирать стали лучше, но и люди не бросают. Ведь чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. И в этом плане люди выезжают отдыхать, понимают, что за собой нужно убрать, а не бросить это. И это не только потому, что ты хороший, а потому что так же другие поступят. И это очень оправдано. Все нужно делать так, чтобы людям было экономически это выгодно и оправдано. Тогда это работает. То, что можно призывать всех в благотворительности такой по позыву души, да, но потом это устаешь, или там, да, а вот когда это выгодно, то это важно. Сейчас будут снижать, например, раздельный сбор мусора в Москве вводят, но в Подмосковье уже ввели года два назад, и у них снижают тарифы на вывоз мусора в тех домах, где делят все хорошо, потому что тогда это можно перерабатывать. Хотя перерабатывается очень мало мусора. На самом деле там 7% все перерабатывается в лучшем случае. И это огромная проблема. Огромная проблема. Ну, и поэтому мусоросжигательные заводы строят. Один из них, кстати, в Казани РТНВЕС строит. Да, и это тоже большой вопрос. Надо, не надо. Тут можно ломать копья, и академики ломают, и мы журналисты ломаем. Но это жизнь наша. Так вот, последний слайд мой. Это про наши итоги, некий промежуточный. Вот видите, у нас 2921 НКО на площадке. Вика скажет, сколько из них казанских НКО. 2900. Но я считаю, что это немало, но и немного в том плане, что мы начинаем ездить. Вот мы были в Ростове, сейчас сюда, только что из Владимира приехать. Мы призываем вас регистрироваться на площадке добро.лив. И мы рассылаем ваши новости в медиа Татарстана. Ну, если это федеральные, то федеральные там будет кейс интересный федеральный. Если это локальные новости, то только ваши. И медиа берут, публикуют. Но тоже, это вопрос контактов с медиа, до всего руки не доходит. Редакция открытых НКО до 5 человек. Это небольшая такая мобильная команда, но они все профессиональные журналисты, и в этом плане дело свое знают, но сил на всех не хватает. Я имею в виду, дойти до каких-то порталов казанских сказать, ребят, давайте, давайте как-то. Надо же всем в глаза посмотреть. Хоть сегодня это и удаленно, да? Я, Александр, только добавлю, что мы абсолютно всем говорим, не дадут соврать, кто у нас на лекции ходит, любой агрегатор, который полезен для НКО, там обязательно нужно зарегистрироваться. Да, это правда. Это первый шаг. Второй шаг, туда обязательно нужно закидывать новости. Публиковаться. Да, это сложно, потому что в НКО работают тоже раз, два, девочки там 4 человека, и все на расхват. Вот, вчера прилетели, завтра уехали, там и так далее, и тому подобное. Но и третий важный момент, о котором мы говорим, это всегда стараться получить обратную связь и вообще эффективность работы любого агрегатора. Так что я к тому, что мы всегда просим обратную связь, работает ли механизм или не работает. Для нас важно понять, полезно это для НКО, позволяет ли он продвигаться дальше или нет. потому что много сейчас подобных ресурсов, агрегаторов, они появляются, там исчезают. Вот насколько они действительно серьезно стоят, серьезно работают и серьезно помогают. Так что будьте готовы. Да, и вы можете, теперь вам проще, вы можете на один ресурс загружать, да, и вот у нас там больше трех тысяч публикаций, это как раз те медиа, которые взяли наши материалы, ваши материалы и опубликовали у себя, причем там есть целые большие истории, и телевизионные истории, и печатные истории, это не просто только сайты, прям, ну там будет один из кейсов, интересно. В общем, это большая такая история, и мы, как бы, конечно, мы вносим в свою лепту, мы не тотальное решение всех проблем, но мы учим, мы вносим, и, конечно, мы вместе с вами тянем эту лямку и движемся к счастливому будущему. Я сейчас представляю Викторию Савицкую, это наш выпускающий редактор, опытный журналист, в собеседнике работала и работает. Значит, вот, кстати, у меня слайд перепутан, там следующий слайд будет как раз сколько заявок от НКО, а потом, Вика, а потом ты будешь в твоей фотографии красивой. важно, что о чем мы сегодня говорим на самом деле, потому что мы сегодня говорим даже не столько о портале и нашем ресурсе, сколько о том, что наш ресурс это механизм для вас, и для СМИ. Это двустороннее взаимодействие, которое очень важно. Вот мы буквально накануне, да, я посмотрела, сколько за больше чем полтора года, почти за два года существования нашего портала было опубликовано заявок, то есть текстовых материалов от НКО Республики Татарстан. 80. Мне бы хотелось сказать, что это очень классная цифра, хотелось бы, в принципе, сегодня пощеголять какими-то хорошими результатами в этом смысле, конкретно по вашему региону, но, к сожалению, 80 это очень мало по сравнению с другими регионами, где-то более активные, где-то где-то больше НКО самих по себе, да, где-то просто каждый НКО сильнее, активнее, чем 80 заявок почти за два года. Это грустно, при том, что несмотря на то, что у нашего портала есть жесткие правила, о которых я расскажу, мы так или иначе поставили перед собой в самом начале задачу, что мы стараемся любой текст, даже самый сложный, самый трудозатратный для нас, потому что, как сказал Александр, нас мало, но мы в тельняшках, мы стараемся его прорабатывать и доводить до ума. Почему у нас что-то получается лучше, что-то получается хуже, я расскажу чуть позже, но, опять же, обращаясь к статистике, за вот эти два года было всего лишь 55 публикаций в региональных и федеральных СМИ именно от про-НКО Республики Татарстан. С чем это связано? Во-первых, это связано с тем, что недостаточно контента. Чем больше контента, тем больше у нас возможностей его продвигать. Вы можете нам хоть каждый день присылать по мере возможности нашей обработки данных и публикации вашего контента на нашем портале. Дальше расскажу немножко про механизм взаимодействия, чтобы было понятно. Некоммерческие организации приходят на наш портал, регистрируются, заливают свой текст уже в какой-то степени хотя бы готовый, желательно с информационным поводом, об этом я тоже расскажу. Фотографии обязательно, если есть видео. Мы все это перерабатываем, красиво упаковываем под ключ и дальше предлагаем и присылаем в СМИ. Чем больше контента, тем больше шансов на то, что где-то что-то довыстрелят. Ну и еще, конечно, в зависимости от качества этого контента. Это все очень важно. Можно дальше, в принципе. И хотела сначала рассказать про некоторые наши дальше успешные кейсы. В этом году, но в связи с пандемией, как ни казалось, она сыграла такую интересную роль в том числе и в нашей работе и в деятельстве НКО. Вы же наверняка знаете, да, то, что пришлось сплочиться, срочно что-то придумать, срочно всем помочь. И у нас был интересный кейс. Мы очень много писали, собственно, на волне, когда только начинались карантинные мероприятия в марте и в апреле. Мы писали про НКО и СМИ были рады от нас получать эту информацию. У нас вышла ну вот прям бум. У нас было более 300 публикаций только за март, если не ошибаюсь. Вот именно касательно всего того, что касалось помощи во время пандемии тем, кто от этого пострадал. И это для нас был интересный кейс, интересный момент про то, как СМИ готовы реагировать на потребность. Они понимают, что люди хотят знать, что происходит. Они хотят знать не только, что говорит правительство, президент, премьер-министр и так далее. Они хотят знать, а кто им может помочь. Они хотят узнать, к кому они могут обратиться. Ведь именно через вот такие новости очень многие доноры узнавали, кому они могут помочь и как они могут помочь. Люди, которые нуждаются, в том числе и пожилые, они находили волонтеров, которые будут приносить им продукты. Ну и так далее и тому подобное. И это, на мой взгляд, это очередной виток активности НКО, который показывает, что НКО умеют работать и они нужны. Ну, если я говорю очевидные вещи, простите меня за это, пожалуйста, но иногда важно какие-то такие моменты просублимировать. Есть у нас еще очень интересный кейс, да, это материал, который к нам пришел из Грозного. Речь идет о том, что волонтеры по всей стране ищут родных погибших солдат в Великой Отечественной войне. Был выпущен материал о деятельности волонтеров этой организации, где мы перечислили, собственно, в каких регионах волонтеры работают и где они находят этих родственников или о каких солдатах из каких регионов идет речь. Новость разошлась по СМИ не только Чечни и не только по Кавказу и в Сибири и очень широко и более того некоторые даже благодаря публикациям в СМИ родственники тех погибших нашлись и обратились в организацию, познакомились и дальше уже пошли какие-то непосредственные процессы и взаимодействия. можно дальше еще еще да это все еще вот про нет это уже да это все еще про город Грозный в частности тогда было опубликовано 40 регионов откликнулись на эту публикацию то о чем я говорила дальше я просто говорю чуть быстрее чем достаются слайды и эта история получила продолжение то есть мы публиковали не только и дали в СМИ не только изначальную новость о том что делает НКО мы сделали серию материалов в том числе о том как акция продолжается дальше и это важно на самом деле потому что СМИ тоже отслеживают видят масштаб видят размах и готовы идти уже за вами дальше очень часто СМИ обращаются к нам следующий часто СМИ обращаются к нам для того чтобы связаться непосредственно с некоммерческой организацией чтобы сделать не для того чтобы взять наш материал который мы уже под ключ подготовили чтобы они опубликовали у себя а для того чтобы наоборот связаться с НКО и попросить о репортаже об интервью и так далее уже лично эксклюзивно это мы тоже как пресс-служба стараемся делать и в общем-то очень приятно когда выходит да пусть не говорят о нашем каком-то участии но приятно когда ты видишь на телеканале Санкт-Петербург например серию интервью в утренней программе с представителями тех некоммерческих организаций которых мы собственно предлагали продюсерам телеканала более того бывает так что мы предложим проходит какое-то время они вспоминают что была классная тема и они возвращаются то есть может даже год пройти и они говорят а вот мы хотим вот этого человека это под запросы под внутренний запрос редакции да как на что что помнит продюсеры если вы ему запомнились это очень классно поэтому об этом нужно о себе нужно говорить да и в первую очередь на нашем портале пожалуйста во вторых очень важно конечно это ваши сайты ваши соцсети потому что в том числе когда вы присылаете нам информацию мы ищем какие-то дополнительные фишечки как бы сделать вкусным ваш текст мы лезем к вам в соцсети у нас не всегда есть возможность по ночам вас будить и спрашивать какие-то дополнительные вопросы выяснять детали мы лезем в соцсети чтобы найти фотографии хорошие качественные если вдруг на сайте что-то не подошло или не хватает фотоматериала мы ищем опять же какие-то нюансы какие-то комментарии какие-то детали в том числе через ваши соцсети поэтому это важно так да я вам рассказала про то что мы ищем героя спикера но и мы сейчас запускаем новую кнопку можно сказать вы первые кто это слышите это новый сервис уже для СМИ чтобы СМИ тоже было удобно с нами и с вами взаимодействовать кнопка называется ищем героя то есть любой журналист который ищет героя для своей публикации мы тоже журналисты мы тоже периодически ищем героев для каких-то публикаций которые нам нужны и мы всегда ну как правило представляем чего мы хотим о чем мы хотим написать мы хотим описать о волонтерах которые приезжают в дом престарелых например или например о фонде который помогает людям свитч да о главе например фонда или ну о чем угодно мы примерно знаем как должен выглядеть наш герой поэтому любой журналист может написать нажав на кнопку ищем героя на нашем портале может написать свой запрос и мы уже под этот запрос будем связываться с профильными НКО где могут быть соответствующие герои нужная тема и соединять я вот еще добавлю конкурсы же есть для журналистов вот мы тоже регулярно публикуем Я Созидатель по-моему называется где журналистки работа оценивает профессиональное сообщество и они получают за это тоже финансовое вознаграждение поэтому для них это тоже как дополнительный стимул для работы профессиональной социальной сфере допустим Да, совершенно верно кстати про конкурс спасибо что напомнили мы тоже регулярно проводим конкурсы среди некоммерческих организаций то есть мы придумываем какую-то важную нужную вот в этот момент тему мы ее публикуем собственно анонс на нашем сайте рассылаем по ресурсным центрам информацию на этот счет в том числе информируем стараемся информирует все НКО которые зарегистрированы хотя бы у нас потому что это база которой мы точно знаем где и с кем мы как взаимодействуем ну и стараемся конечно шире анонсировать что это за конкурс суть в следующем есть тема НКО присылает соответствующий материал на эту тему который подходящий наш главный редактор сайта плюс журналисты плотно работают с материалами обрабатывают где-то переписывают где-то уточняет делает материал вкусным и правильным мы также вне рамок конкурса рассылаем продвигаем СМИ но эти конкретно эти публикации участвуют в конкурсе отбираем коллективно ну и плюс мы смотрим конечно под кликом репостов по тем какие темы взяли СМИ отбираем лучшие материалы и они становятся победителями и у нас есть призы которым которым мы гордимся и наш партнер издательский дом Комсомольская правда нас поддерживает да и лучшие публикации оказываются собственно на портале Комсомольская правда иногда даже и в федеральных насколько это я имею в выпусках да публикуем в газете да совершенно верно собственно наверное о нашем портале я рассказала многое можно про кнопку уже закрыть и пойти дальше дальше теперь я все-таки расскажу еще разок зачем мы нужны и чего мы хотим с учетом того что мы вот за два года работы наработали определенный список и топ самых страшных ошибок смертных грехов которые губят наверное любой текст и хочется чтобы когда мы говорим про то что мы учим НКО речь не только о лекториях мы стараемся учить писать не только за счет лекториев не только за счет вот таких живых встреч но и за счет того что мы с каждым индивидуально прорабатываем задаем уточняющие вопросы в надежде на то что рано или поздно человек который будет от этой некоммерческой организации допустим присылать нам текст ну рано или поздно он поймет структуру как это должно выглядеть чтобы оно было съедобным и может быть последующим когда-то уже начнет взаимодействовать со СМИ и без нас мы наверное когда-нибудь перестанем быть нужными но это будет пока видимо не скоро вот такой вот нескромный у меня сегодня спич собственно зачем нужно СМИ для НКО для того чтобы привлекать доноров волонтеров кто может от НКО заниматься этой да этой отраслью если в НКО мы понимаем что очень много более важных задач чем просто пиариться чем просто пиариться в СМИ чем устраивать какие-то акции и не всегда есть у НКО человек который это бы делал ну во-первых есть для этого мы которые немножко помогаем во-вторых всегда можно обратиться я думаю к студентам факультета журналистики которым нужна практика им нужно набивать руку всегда можно находить медиа волонтеров может быть энтузиастов будет немного но это люди которые смогут облегчить жизнь и как-то разгрузить основную задачу ну не основную задачу а одну из важнейших на мой взгляд задач это важно чтобы о вас знали дальше пожалуйста еще и вот если говорить о смертных грехах с которым мы сталкиваемся очень часто заявки уже устаревшие во-первых без информационного повода во-вторых они устаревшие когда круглый стол прошел вчера а нам заявку присылают сегодня во-первых круглый стол так себе информационный повод честно вам скажу вряд ли кто-то из СМИ захочет об этом писать во-вторых новость живет в лучшем случае сегодня это в лучшем случае 24 часа можно тогда сразу по горячим следам послезавтра планируется что один из подопечных дома престарелых в Казани ему дай бог помните 90 может 91 2 года будет играть в шахматы кстати в шахматы с Анатолием Карповым ну удаленно дистанционно конечно вот это можно считать какой-то новостью интересной и вот если это послезавтра когда нужно дать материал как его лучше дать да лучше его было дать позавчера на самом деле но если нам пришли вот это хотя бы завтра это будет здорово во-первых у нас будет небольшой люфт для того чтобы успеть это обработать и успеть разослать этот анонс а еще лучше сегодня это все прислать а во-вторых ну потому что по итогам ну что написать ну хорошо подопечный дом престарелых обыграл Карповым это будет классно но не факт что это случится ну кроме шуток да лучше дать анонс чтобы привлечь внимание к этой теме это будет интересно мы постараемся если событие уже все-таки произошло то надо его прям выдавать текст выдавать с колес пока не поздно потому что сегодня и соцсети очень быстрые и сайты очень быстрые пока пока вы напишите пока это все уйдет к журналисту пока журналист вообще найдет время это посмотреть потом он посмотрит потом он пойдет посоветоваться с редактором ну в общем это целая очень долгая история и соответственно надо выдавать как можно быстрее естественно важно чтобы был хороший инфоповод тот инфоповод который вы предложили и вот я хочу вам сказать я хочу этот текст мне он нужен сегодня причем сейчас вот часто конечно присылают информацию о том что прошло какое-то мероприятие очередное в виде круглого стола понятно что смену ни в коем случае не интересно мы конечно это публикуем понимая что часто некоммерческим организациям нужны какие-то ссылки для того чтобы отчитаться перед где-то перед грантодателем или где-то еще мы это публикуем но конечно мы это не засылаем в СМИ мы продвигаем в СМИ только самые перспективные самые на наш взгляд устойчивые живучие материалы вы публикуете в себя вот добро лайв правильно мы стараемся я всем напоминаю что в заявке на гранты есть раздел ваша публикационная активность публикации где и это не должны быть только ваши соцсети хотя их тоже туда включаете а основное это вот подобные ресурсы это показывает то что ваш проект интересен не только вот вашим читателям но и еще еще и на федеральном уровне да конечно да но хочется сделать пометку чтобы вот правильно все друг друга поняли не хочется чтобы наш портал при этом был стоковым что называется куда просто все-все-все мероприятие посты из соцсетей с бесконечными смайликами нет у нас есть естественно определенные правила которые нужно соблюдать ни одного не пропущу как выпускающий редактор не пропущу ни одного нет да то есть есть у нас ряд правил которые мы просим соблюдать они опубликованы на сайте это пожалуйста там посмотрите не буду сейчас останавливаться да но в том числе кстати среди этих правил прописано что мы не принимаем голые отчеты голые отчеты уставы об НКО это неинтересно никому для того чтобы посмотреть ваш отчет или устав человек должен прийти к вам на сайт ну потому что насколько я понимаю это должно быть обязательно вот нам это не нужно если мы ну мы тоже стараемся проверять какие-то некоммерческие организации там смотреть а если допустим новость посвящена вот Эльвира у нас планирует вело-студию открыть для людей с инвалидностью вот открытие ну фактически первой такой студии в городе Казань это будет считаться достойным инфоповодом для размещения ну давайте заходить надо через людей вы же не просто для кого-то вы же знаете кого-то кто уже готов но он может даже уже ездит или тренируется или ему нужна помощь да есть специалисты которые готовы помочь для людей с какими-то спорами это да но вам нужно для того чтобы дали деньги и помещения создать историю а история это люди придите к тем людям которые готовы у вас заниматься для кого вы это хотите сделать вы же не для себя это делаете любимых вы же для кого-то значит нужно этих людей найти и записать с ними короткие даже какие-то зарисовки или что-то что нам даст даст редактору возможность зацепить на эмоциях и тогда вас прочтут и тогда смело запубликует потому что окажется что он тоже какой-нибудь либо престарелый либо наоборот очень молодой либо какой-нибудь уникальный либо еще где-то он в общем это такие истории которые развиваются и развивая их вы найдете за что зацепить можно читателя вам нужно думать о как читателя зацепить редактор вы все-таки публикуете просто новости или же информационные статьи тоже просто у нас как бы тема она новости не как пирожки как говорится не так часто и для того чтобы что-то произошло мы в основном это спортивное мероприятие и как бы эта тема и для того чтобы поменять сознание здесь необходима работа через статьи разъяснительные там и так далее а может быть лучше заходить вот действительно через истории не через информационные не через научно-популярные статьи я просто сам смысл именно не через новость ой там что-то открылось а вот именно ну вы найдите поворот например ну грубо говоря у вас работает центр для велосипедистов вы думаете так надо о себе заявить у нас там по планам давно не сообщали и вы говорите о за эти полгода 300 километров что составляет путь от не знаю оттуда до туда проехали инвалиды благодаря этому но это же можно повернуть это можно повернуть и если это 300 тысяч то это можно уже перевести в какие-то там экваторы или расстояние до луны но в любом случае то что делают люди традиционно можно посмотреть по другому по другим углом и нет и традиционно станет нетрадиционным и обычная вещь станет интересной и выброшенный мусор превратится в деревья там или батарейки в каких-то спасенных ежиков там ну что угодно это вопрос как завлечь и под этим соусом вы уже рассказываете ту историю которую вам надо рассказать более может быть там нудную или там не настолько она привлечет внимание но если правильная подача то она привлечет внимание и если еще украсить ее цитатой кого-то кто оживит ее то конечно это будет уже история просто общаясь с журналистами периодически если можно так сказать многие говорят да история классная проект классный но вот лично у меня не получается подать надо придумать надо посмотреть и так далее это вот наверное больше с журналистами нужно пообщаться для того чтобы это ведь фактически нужно найти ту обертку по что завернуть но опять вот добро лайф вы же проводите образовательные мероприятия и докруткой текста в том числе занимаетесь тут взаимная работа конечно же какие-то вещи мы за вас не сможем сделать какие-то вещи мы вам подскажем и скажем давайте вот ну и попытаемся вытащить из вас эту информацию а вроде слышно я не знаю это микрофон слышно или просто мы то громко говорим мне тоже не знаю мне слышно хорошо на самом деле да и я полностью согласна с александром еще очень важный момент который мы мы очень любим и призываем всех обращать на это внимание рассказывать истории истории свои личные да как волонтеров там руководители организации истории своих подопечных очень часто нас просят опубликовать какую-то вещь там прошел чемпионат для людей с инвалидностью обилимпикс классная вещь да там ребята учатся ребята показывают какое-то профессиональное мастерство ребята трудоустраиваются но ни в одном из этих текстов да собственно в каждом тексте рассказывается их герой там история какой-нибудь девочки например или мальчика его путь собственно через себя через свою жизнь к успеху значит карьере но никогда не рассказывается а что пережил этот человек а почему это не значит что нужно дали давить на слезы ни в коем случае нет это ну как бы нынче уже не в тренде что называется н кого сами уходят от этого и до аудитории это уже не так уж сильно нужно но есть детали о которых ну не стоит совсем уж замалчивать да есть детали которые стоят не то чтобы прям выпить но подчеркнуть объяснить потому что не каждый обратит внимание что обилимпикс это собственно чемпионат вот именно для людей с инвалидностью например я не знала раньше об этом чемпионате поскольку я редактор и постоянно получаете тексты я уже знаю что такое обилимпикс но я не вижу в героях собственно тех людей которые напрямую относятся к этому чемпионату и это важно кроме того кстати как попасть в сми всегда это очень приветствуется на мой взгляд оперативное реагирование на те ситуации которые происходят в обществе ну например не нужно ждать там если что-то произошло ли принимать какой-то законопроект не нужно ждать когда к вам позвонят права журналист случайно вспомнили где-нибудь в ночи когда ему уже надо было давным-давно сдать тексты все дедлайны уже прогорели напишите сами на почту и смс к вконтакте где угодно вот мы готовы отреагировать дать комментарий по этому вопросу это тоже иногда бывает ну очень часто будет полезно можно просто сразу обращаться к главным редактором сайтов потому что они всегда мониторят почту это их собственная обязанность они через почту быстренько что-нибудь запустят на сайт например григорьевич толчинский руководитель высшей школы журналистики казанского федерального университета он говорил да это вот важно но нужно понимать что вот здесь ты будешь выступать как специалист как профессионал с которого будут и спрашивать соответственно и ты должен владеть информацией цифрами данными не молчать быть интересен для журналистов иначе первый раз станет для вас и последним же совершенно верно но вот я хочу пример поставить она дом редких это некоммерческая организация которая собственно занимается проблемой по всей россии с помогает людям с редкими заболеваниями и вот когда там в очередной раз заговорили о неком фонде которые будут здесь не ошибаюсь голикова курировать до помощи детям естественно тут же фонд и пиарщики фонда проснулись начали стучаться сми ребят мы готовы это прокомментировать у нас есть вот какие-то проблемы есть вот такая-то статистика нужно чтобы обратили власти вот внимание не только на вот ту проблему на которую там да не только на сма например да но вот еще на вот такие редкие заболевания они начали активизироваться и действительно в ряде сми появились интересные публикации на этот счет то есть понятно что это не для массового читателя но для читателя который интересуется допустим той же медициной теми же проблемами родители детей с тяжелыми заболеваниями да очень быстро отреагировали сделали правильно есть пример который наверное никогда не забуду то ли актриса в общем потерялся пожилой человек об этом во всех точно московских сми сообщили о том что потерялся человек значит его ищут и есть фонды которые собственно занимаются там поисками людей пропавших еще что-то я обратилась в один из фондов не скажу что такое да у которого проблемы могут быть что нужно сделать как это вообще предостеречь своего родного и близкого мне сказали вы знаете вместе сегодня некогда давайте завтра ну я понимаю да действительно человеку было некогда но я пойду к другому например или просто не выпущу материал или найду сама информацию сама как-то напишу или найду просто найду другого комментатора который прокомментирует и это важно вовремя реагировать идти на опережение чувствовать чувствовать инфоповоды чувствовать когда ты можешь действительно быть важным и нужным и где-то помочь да не только рассказать о себе наоборот даже поднять какую-то свою проблему не знаю сидите ли вы в телеграме но есть очень классная группа причине чат вот да я читаю все абсолютно все да я очень часто беру из этого чата какие-то темы которые почему-то не пришли к нам на сайт но мне кажется это темы которые достойны публикации и достойны того чтобы дальше быть продвинутыми в сми мы берем эти темы и собственно продолжаем с ними работать но это знаете можно иногда и мы можем не заметить тему поэтому лучше публиковаться на нашем сайте вот но самое важное я думаю что я сказала стоит обратить внимание что к ошибкам конечно мы относим и плохие фотографии некачественные фотографии или их отсутствие потому что мы можем взять фотографии из бесплатного фотостока конечно можем но лучше когда никого присылают какие-то свои фото потому что мы опять же продвигаем в сми и сми также станет перед вопросом чтобы быстрее опубликовать они станут перед вопросом а где же все эти фотографии пока главный редактор или пока бильд редактор начнут искать фотографии которые они могли бы использовать и которые подошли уходит много времени во вторых фотография может не подойти вам потом еще это все не понравится будет скандал никто не захочет вообще с этим вообще связываться не с нами ни с кем-либо еще поэтому всегда просим полный комплект все что есть отдавайте нам а мы разберемся что нам нужно что нужно сми и будем надеяться что сможем работать друг с другом продуктивно из рекомендаций дальше 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 нет еще вот не важно еще раньше можно еще вот да рекомендую зарегистрироваться на сайте пресс-фит а также в базе для журналистов над кол чтобы там или пусть кто-то из ваших знакомых журналистов вносили ваши контактные данные чтобы при запросе любой журналист когда ему требуется какой-то спикер мог бы с вами связаться это классная тоже вещь ну собственно мы создаем тоже свою базу да но этот как один из инструментов который может вам помочь пресс-фит действительно классная штука вы можете зарегистрироваться сделать пометку на какие вопросы вы готовы ответить на какие темы а там есть да небольшая анкета какие вопросы вы освещаете чем вы занимаетесь да и так далее и при необходимости с вами тоже смогут связаться региона региона по моему есть на select я по моему есть да и давайте перейдем к последнему слайду еще все да это наши контакты мы будем видеть вас не только в качестве наших авторов да и будем видеть не только ваши тексты но и предлагаем дружить партнериться собственно по вопросам партнерства всегда можете написать нашему pr-продюсеру лерики пивненко на почту до pr собака добро . ли присоединяйтесь нашим соцсетям пишите и задавайте всегда вопросы вы можете написать на почту на общую или кому-то запускающих редакторов и мы стараемся как можно оперативнее отвечать и прежде чем мы наверное пойдем пить чай хотелось бы немножко тем более что вас немного это было бы здорово узнать о вас кто вы вы можете представиться и рассказать о своей некоммерческой организации чем вы интересный микрофон чтобы мы так как под запись что затем давайте вон микрофон только возьмите можно не вставать прям сидя давайте поближе обучение игре в шахматы детей сирот детей инвалидов детей с девятным поведением мы вот выиграли же во второй раз грант от кабмина республики татарстан и воскресенье был турнир уже вот дети приезжали девятники участвовали в шахматном турнире те воспитанники наши которые в предыдущие потоках обучения уже осваивали правила игры шахматные тактики стратегии и так как информация по гранту от кабмина недавно была сейчас вот эти группы в других детских учреждениях постепенно восстанавливаем и будем уже вести занятия в течение где-то восьми месяцев вот обучение детей в трудной жизненной ситуации игре в шахматы в потому что разговор идет и не только о шахматах а как справляться с трудной жизненной ситуации вот каждый наш герой действительно вот сейчас я вас слышала виктория поняла что я о некоторых подростках детях вот пришлю вам информацию расскажу как они благодаря шахматам познакомились другими детьми из других детских учреждений какие положительные изменения в жизни произошли и это огромное счастье что вот мы можем общаться обмениваться опытом не зря у международной шахматной организации фиды девиз мы все одна семья и действительно живя на планете помогая друг другу мир становится прекрасней и здорово что вы к нам приехали у вас соревнования между регионами проходят между регионами да и поводы писать это же все поводы хорошо составим то есть в ближайшее время да конечно туда лучше писать больше но если это кто-то победил из ребят можно добавить его историю историю его успеха ну конечно таким детям не так просто вот скажем ставится чемпиона татарстана или чемпионат казани они получают спортивный разряд для них это тоже очень круто просто иметь скажем там 3 2 1 спортивный разряд это уже находясь своем там интернате или в школе с девятным поведением и этих детей мы действительно будем так вот вести рассказывать о их продвижениях вот просто эти рассказы помогут и другим ребятам других регионах может быть увлечься и как-то раскрыться и продолжить свои проблемы эту идею чтобы хорошо очень радостно спасибо кто еще давайте меня зовут эльмир ерульна я представляю некоммерческую организацию все для детей как раз таки вот эта наша история была в самом начале Александр сказал я прям параллельно проводил между она вспоминала о начале нашей работы мы как раз таки из тех кто начали делать и уже только там через пять лет мы открыли образовали свою некоммерческую организацию во многом благодаря антону георгиевичу нас познакомили нам нам мы действительно очень благодарны потому что нам подсказывали много вот наша организация занимается основном направлении разработкой пошив одежды для детей с особенностями развития для детей за цп у кого повышенность пастика повышенность течения специальная одежда прям под размеры причем она красивая вот я уж вставлю свои пять копеек потому что когда девчонки сделали первую презентацию свою они сидели столом и они просто потом вот этот слюнячек отстегнули казалось как будто это просто вот платок как будто украшение и ты понимаешь что в такой одежде не стыдно ну ребенка вот такого да с ним выйти на улицу на самом деле да мы стараемся разрабатывать такую одежду чтобы ребенок не выделялся из толпы да чтобы он выглядел как обычный ухоженный опрятно одетый ребенок здоровый вот но при этом эта одежда решает многие вопросы начали с этого но поняли что на самом деле больше помощь нужна мамам которые воспитать детей вот теперь мы стараемся еще для них организовывать мероприятия встречи с психологами в общем проводим благотворительные обеды как раз таки дарим одежду детям но в то же время мы организовываем из мероприятия для мам которые общаются между собой понимают что как бы в основном они ведь находятся в замкнутом пространстве с ребенком до круглосуточно вот у них есть возможность выбраться пообщаться между собой стараемся показать что жизнь может быть интересной наполненной несмотря на то проблем с которой они столкнулись вот у нас конечно есть автор нашего проекта это мама особенного ребенка вот потом сейчас я хорошим а стуле не самом деле мы проводили круглый стол антон георгиевич нам советовал включить эту программу грант наши президентская грант продавали заявку и мы на него на самом деле особо не акцентирую внимание круглый стол и круглый стол да на тоже как план в рамках нужно было читать но этот круглый стол на самом деле для нас послужил послужил таким толчком, мы после этого даже получили помещение от сполкома на безвозмездной основе, потому что пришли представители СМИ. Потому что мы сказали, что на круглый стол надо, ну, как отчетное мероприятие, вот мы говорим про то, что статьи какие-то, да, это вот красивые, интересные рассказы, да, но это как все равно какой-то отчет промежуточный там или что-то. И вот это же мероприятие, круглый стол, тоже как некий подыток деятельности, на который надо позвать журналистов, позвать из органов власти представителей, там благополучателей своих, с кем работаете. И вот к ним на круглый стол пришел заместитель главы исполкома, который курирует соцвопросы. И когда он увидел, послушал, пообщался, и да, проект очень интересный и достаточно уникальный. Прошу прощения, что перебью, хотел уточнить, а публикации СМИ были по итогам круглого стола? По итогам мало того, что по завершении круглого стола к нам еще СМИ потом приехали, ну как бы в этот же день, по-моему, поехали на производство на наше, уже снимали процесс, все про нас вышел сюжет на телевидении. Это так, что там новый век, наш центральный вот телеканал, к ним приезжал вот и на круглый стол, потом к ним приезжали. А последнее в СМИ, это вот съемки в «Давай поженимся». Сегодня ночью мы прилетели, да, из Москвы. И день их восстановитель там участвует, поэтому в СМИ заходят по-разному, молодцы. Ну, на самом деле, просто пришло уже к тому, что теперь уже к нам в СМИ обращаются. Даже на передачу «Давай поженимся» мы не обращались, то есть нам просто неделю назад позвонили, говорят, вот мы хотим. Вообще прям наша история, тем более ведь дети с такими проблемами есть в разных регионах, они могли бы быть вашими, ну как, наверное, покупателями, если из продажи. Мы работаем, у нас по всей России, даже из Европы есть заказы, потому что этой одежды действительно нигде нет. Конечно, конечно. У нас есть клиенты. Федеральная история, вам надо ее вытаскивать. У них четыре девушки, и вот одна из них, это сестра главного идеолога Диля, она как раз индивидуальный предприниматель. Она в этом году стала победителем регионального этапа конкурса «Молодой предприниматель России» в номинации «Социальное предпринимательство». То есть это вообще история многогранная, где и предпринимательство, социальное предпринимательство, и деятельность некоммерческих организаций, и история, которая родилась из собственной жизненной ситуации, и движения вперед, и вне территории. Девчонки продают и за рубеж. Мы на самом деле не знали вообще о некоммерческих организациях, ну как-то не вникали, может быть, силы там где-то, ну не сталкивались никогда. Первое, что мы открыли, это ИП. Ну как бы сначала мы просто для, там, как это началось, у Далии появилась идея, Далия это автор проекта, вот, она для своего ребенка отшила, да, то есть не идея появилась. Появилась сложность, с которой она в жизни стала потребность, да, просто ребенок растет, подгузники ему носить всю жизнь, а боди, который застегивается в паховой области, держит подгузник, их уже нет, там слюна течения у ребенка, а нагрудные платки уже детские, они не справляются с проблемой и выглядят нелепо. Вот сначала, то есть для себя это все пошло, потом для знакомых, потому что знакомые начали видеть, тоже спрашивать, и потом уже это переросло в ИП, и потом в некоммерческую организацию, вот, теперь мы... Хорошая история, Далия. Как бы так, да, отработаем. Так же имеете в виду, надо желать. Спасибо вам. Истории хорошие. Добрый день, я все-таки заявлюсь, спасибо Антону. Меня зовут тоже Львира Дрогайцева, я руководитель и действительно идейный тоже вдохновитель некоммерческой организации, Центр организации спортивно-массовых мероприятий «Спорт будущего». Вообще, большей частью немножко отступлюсь в своей жизни, я была не спортсменка. Но мой сын и его окружение давно болели, в хорошем смысле, велосипедом. И когда Казань, вот это я считаю, что толчок один из толчков, когда Казань выиграла универсиаду, он немного ранее, в общем, в волонтерстве. Ну и я сама, собственно говоря, вот эти вещи меня привели к этому проекту. И в 2017 году, вот с его именно подачи, с подачи сына, что давай, я тоже работала на телевидении, шестой канал, СТС Казань. Вот, свои навыки, знания, вот, коммуникативности и организаторские воплоти. И, собственно говоря, мы действительно три энтузиаста, которые третий год волонтерим, уже, честно говоря, устали. Вот, хотим уже все-таки встать на рельсы. И все эти годы мы начали с того, что мы продвигаем, популяризируем самый доступный, самый экологичный к теме экологии, вид транспорта, спорта, передвижения, это велосипед. Вот, в нашей команде есть профессиональный велосипедист, который знает все о велосипеде, не только, вот, как он устроен. Он сам много как травмировался и сам восстанавливался, то есть он, большой опыт у него навыков именно практических, в том числе и работа с детьми тренерская. Он тренировать начал уже с 14 лет, вот, разный возраст, и в том числе с людьми с ОВЗ. И основным направлением нашей деятельности являлось до недавнего времени, это, вот, собственно говоря, организация спортивно-массовых мероприятий для детей и взрослых. Мы пока взяли здоровых в процессе подготовки, скажем так, вот, и предыдущей работы выявилась, собственно, есть у нас команда веломаршалов, которая обеспечивает безопасность крупнейших наших спортивных мероприятий, как забеги всякие, вот, казанские и прочие, патриотлоны и так далее. За эти годы мы совместно с Минспорта помогали им проводить различные соревнования различных уровней, от городских до России и Европы, которая прошла в прошлом году. Вот, и сейчас мы, вот, вывели, пересмотрели свои действия и направляем, в общем, идеи есть создание велостудии для людей с ОВЗ по зрению и слуху. Хотя мы, у нас есть уже детский проект, у нас ежегодные есть проекты, ну, мы как-то делали открытие и закрытие детского велосезона, сейчас это будет, в этом, в следующем году мы надеемся, что ничто нам не помешает, и мы его реализуем, это будет открытие детского велосезона Дагоника. И есть, мы в прошлом году выиграли грант, проект детский спортивный фестиваль «Велосипед – это здорово». И в этом году он уже стал ежегодным, и он так и будет, это как закрытие будет. На данный момент у нас дети от 2 до 16 лет, именно детский формат. Есть гонки на толокарах машинки для самых маленьких от 2 до 4 лет. Вот самокат добавляем, и нынче, вот что в плане поводов, вы говорите, наверное, вот в этом потоке своей, как бы, рутины немножечко, мы забываем, вот что каждый какой-то момент может быть инфоповодом. Потому что вот мы начинали, у нас дети на велосипед садились и в соревнованиях участвовали с 7 лет, сейчас, в этом году, у нас попросились с 4 лет. Мы были в шоке на самом деле. Велосипедисты молодеют. Совершенно верно. Причем эти, вот я говорю, у меня мурашки бегут, причем эти родители говорят, у нас ребенок садится с 2 лет уже, катается на велосипеде. Не на каком-то беговеле, а на велосипеде. Причем мы, вот наша команда, именно, как сказать, патриоты, хоть, может быть, сейчас это не очень модно, как бы, это слово, да, но мы патриоты своего города, и нам очень обидно, что в нашем спортивной столице нет велошколы, к нашему большому сожалению. Вот. И вот нас приглашают, пожалуйста, там, в Геленджике школу дают и так далее, но мы хотим здесь, чтобы было. Вот. И на свой детский формат мы приглашаем, вообще приглашали людей с ОВЗ, но приходило, приезжали в основном дети. Пока мы их не делим не по, как бы, особенностям, но радостно то, что уже у нас здесь Васильево, Осиново, Зеленодольск, близлежащие города. Нынче приехали дети, вот, именно с этих городов, они единственное, что, ну, вот, пандемия и все такое прочее, говорят, у нас нет велосипедов, ну, вот, мы бы готовы. И вот так воле случая, благодаря, у нас есть такой фонд Аль Пари, который занимается детьми с ОВЗ, вот, и у них, как скажем, в фонде есть велосипеды для особенных детей. Я туда обратилась, они говорят, да, пожалуйста, то есть мы вот в этом, в такой симбиозе фонд предоставил велосипед, дети с удовольствием приехали, мы их подстроили под каждого, и прошла, вот, прошел удачный такой, вот, союз. И здесь вот нам, конечно, СМИ очень нужны были бы, потому что, на самом деле, то, что Вы говорили в самом начале, Александр, звонишь, денежки платите, я говорю, это не коммерческий проект, это вообще вот мы, вообще из ничего делаем чего-то. Ну, вот, пробиться пока непросто, хотя мы работаем сейчас с партнерами, у нас есть постоянные партнеры, которые нам помогают, и каждое детское мероприятие мы делаем как праздник. Несмотря, вот, я хочу заметить, что если в остальных видах спорта там первый, второй, третий и все, велоспорт единственный, по-моему, из видов спорта, где в каждой возрастной категории, а она шаг два года, есть первый, второй, третий места, то есть невозможно пяти лет к ним и поставить с десятилетним. И, соответственно, вот, призовой фонд увеличивается в геометрической прогрессии, то есть один из таких непростых. Это специфика, красота. Да, поэтому партнеров и спонсоров найти на призовой фонд очень непросто, хотя в прошлом году вот на президентский грант у нас призеры получали по два с половиной килограмма мороженого. У нас были многодетные семьи, вот как раз в фонде, в реализации фонда приняли участие 250 детей, там 13 было детей с УВЗ, и самое интересное, что 67 детей из 36 многодетных семей, то есть даже было две семьи, которые выиграли по 5 килограмм мороженого. То есть можете себе представить, вот, поэтому еще хочу сказать, вот, хорошо, что есть представители, надеюсь, НКО, мы всегда детский формат делаем на большой площадке, и мы приглашаем НКО те, кто работает просто с детьми, те, кто работает вот с особенными детьми. Мы можем предоставить площадку для демонстрации себя, вот, в частности, я вот и Лире тоже говорила вчера, здесь можно, вот именно праздник, делать интерактивные площадки, показать себя, и здесь можно очень многие моменты, как скажем, совместить. Совместить, да. Спасибо вам за то, что вы приехали, мы уже зарегистрированы, но я вот думаю, что туда подать-то, у нас ведь ничего нет. А вы, получается, владеете, да, статистикой, сколько детей, которые вы хотели, и которые занимаются? Да, мы сейчас проводим опрос, ну, вот, хотели бы провести опрос побольше, как бы пошире, вот, сейчас будем пытаться уже персонально в каждом НКО, который работает, ну, где благополучатели, данные люди. К сожалению, статистики, я в Тат-Стат обращалась, статистика общая, вот, у нас в возрасте 18+, 16 с лишним тысяч инвалидов, работоспособного возраста где-то больше 7 тысяч, всё, на этом статистика заканчивается, к сожалению. То есть здесь вот нужно вести такой более конкретный опрос и так далее. Я вот просто думаю, можно ли три года у нас на следующий год, но тем не менее, как-то вот через истории, действительно, детей каких-то, потому что у нас есть, которые, кто уже три года с нами, вот. В прошлом году у нас приехала девочка, попала, приехала к бабушке, попала к нам на праздник, она вообще из Ставрополя. У нас, говорит, нет ничего такого. То есть, поэтому вот, ну, мы вот в этой теме движемся. И очень хотелось бы, конечно, вот реализовать нашу, наш проект, вот как раз пишем заявки, но, к сожалению, вот нынче писали две, и спорт оказался не в моде нынче. Ничего, дорогой осилит идущий. Сегодня в моде, а завтра в моде. Да, вот очень на это надеемся тоже, да. Спасибо вам большое. Да, такая история. Есть ещё желающие о себе рассказать, кто, чем занимается? Да. И все разбежались. Вот, ну, давайте. Здравствуйте, меня зовут Илья. Я представляю, буквально, как дальше. Наш фонд занимается поддержкой детей с неврологией. Мы как бы не то, что относимся, да, мы созданы при медицинском центре «Первый шаг», который занимается реабилитацией детей с ОВЗ, детей с неврологией, ну, то есть, возможными проблемами. Вот, мы выбрали такой, ну, как сказать, доступный, но самый, наверное, трудный путь. Мы выбрали именно сбор в турсырья, вот как раз вот эта тема, про которую вы говорите. То есть, мы, у нас нет каких-то больших благотворителей, потому что мы буквально недавно начали такую активную деятельность, ну, где-то, наверное, два года. Вот, и поэтому мы выбрали такой путь, доступный. У нас «Добрые крышечки» есть такой проект. У нас «Крышечки добра». Вот, делаю вещь, у нас проект по сбору именно одежды. К сожалению, у нас в Татарстане нет перерабатывающих именно одежды. Нам приходится отправлять другие республики, это в Чебоксары, в Челябинск. Вот, хотелось бы, конечно, и чтобы у нас было, мы бы и сами бы в этом направлении поработали, но это очень большие, как бы, трудоемкие затраты, вот, поэтому хотелось бы найти тоже каких-то благотворителей в этом отрасли. И также у нас сбор макулатуры, это «Спаси дерево, помоги ребёнку», или наоборот. Вот, как-то так. Вам нужно, конечно, на гранты рассчитывать. У нас есть собиратор, там такие вот проекты, знаете, да, или там «Чистые игры», там что-то такое интегрировать. «Крышечки добра» вы уже не новые, то есть нам говорят, что это уже было. Когда делаю вещь с вещами, то нам говорят, что есть второе дыхание московское. А, кстати, вы, по-моему, у нас публиковали, что-то про «Крышечки добра» я рассылала. У нас «Крышечки добра» есть и в Зеленодольске, это пригород, и в Зеленикамске, да. Видите, проблема нейминга в НКО, всё связано с добром. Нет, ну и проблема идей, надо всё равно, вот видите, они придумали там «Чистые игры», уже как-то интересно, да. «Крышечки добра» кто-то первый придумал, вот вам нужно повернуть чуть-чуть. Ну, у нас есть, вот делаю вещь, как бы, да, по вещам, да, по одежде. У нас мы принимаем, как бы, сбор ненужных вещей, всё, что, как бы, людям не нужно, они к нам приносят. И мы уже что-то в переработку отправляем, что-то отправляем нуждающимся, что-то даже отвозим в питомник с собальчиком и кошком, то есть в поводу такого, вот, как-то так. Основная деятельность – это всё-таки центр для детей, это реабилитационный центр, причём я недавно был там, общался, много всего интересного, и давно работают, и там даже международный уровень есть, приглашают специалистов. Да, очень много филиров. А вот как некоммерческая организация работают, но вот именно дальнейшее развитие, толчок в развитии какой-то нужен. Да, 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 тяжело. А вот вы это делаете, да? Вы это делаете для чего? Для того, чтобы оплачивать детишкам реабилитацию в медицинском центре. То есть, по-моему, не все же могут, как бы, по своим возможностям, и фондов. Не все рассматривают, например, из других республик не рассматривают данный медицинский центр. Именно хотелось бы, чтобы был фонд, который бы помогал в нашей республике, в нашем городе. Вот как бы так. Ну, то есть, можно сделать заход, в общем-то, в какой-то степени, да, что вы делаете, делать не то, не делать главным то, что вы там собираете крышечки, или еще что-то, да, это лишь инструмент. Если вы на первый план вынести, собственно, тех детей, у которых нет возможности, да, нету квот соответствующих, чтобы они могли лечиться. Ну, это тоже как-то, или через историю таких людей, детей, в том числе, чем занимается, собственно, Росфонд, например, да, он рассказывает историю ребенка. Понятно, что это история про сборы, которые делает Росфонд, а вы делаете не материал про сбор денег, вот переведите нам на счет. Нет, вы просто расскажите о себе. Вот именно через историю детей, которым вы помогаете прямо сейчас, и как они обращаются в фонд, и что вы делаете для того, чтобы они смогли лечиться. Ну, как вариант, вот то, что я могу сейчас с колес придумать. Какой-то механизм, может быть, показать, для чего действительно собираются эти вещи, и что из этих вещей получается, куда идут эти, ну, средства. Вы сказали про вещи, я тоже сижу, а что я с ними делаю, у меня со мной вроде есть, не нужны. А что вообще делать дальше? То есть, может быть, вот через историю того, кто уже что-то получил, какую-то помощь, именно, потому что чаще всего нам, как обывателям, непонятно, ну, макулатуру собирает, и что? А что дальше-то? Результат какой, для чего это? Когда деньги собирается, там понятно. Там короткий путь, у вас немножко длиннее. Да, у нас получается, спаси дерево, помоги ребенку. То есть, у нас и проекты называются одноименно, что ты делаешь и экологии помогаешь, и детям помогаешь, соответственно. Ну, на этом тогда, наверное, да, плюс. Так, ну, давайте еще последнее, и у нас тайминг. Уже и кофе стынет, да. Здравствуйте, меня зовут Ренат Менгалиев. Я представитель ОНО Центра реабилитации и адаптации. Мы занимаемся тремя проектами в городе Казань. Первый проект, наверное, самый древний, он уже два года с лишним функционирует. А можно маску снять? А, хорошо. Это приют человека. Он находится в центре города Казань. Помогаем бездомным лицам, малоимущим, обеспечим бесплатным питанием, одеждой, временным проживанием. Особенно это актуально стало в период пандемии, когда увеличилось число лиц бездомных. То есть есть бабушки, которых выкидывают на улицу, мы им помогаем. Многодетные семьи, бывает и несовершеннолетние подростки приходят к нам за помощью. Здесь оказываем и юридическую, психологическую помощь. Данным лицам пытаемся их вернуть в общество, то есть в те семьи, с которыми были связи разорваны. И второй проект, который мы начали только в начале этого года, это проект трудяги, то есть проект помощи безработным гражданам Республики Тарстан. Уже через нас прошло порядка 400 человек трудоустроенно получили соответствующую работу. И третий проект – это взгляд в будущее, то есть проект правовой помощи, психологической помощи для различных категорий населения. Это и бывшие осужденные, это и родственники заключенных, которые находят в местах лишения свободы. И, соответственно, малоимущие, дети-сирот также. Это портал, он сейчас только еще в процессе наладки запуска. Создана премия президента Татарстана. Такие вот проекты, которые пытаются сейчас развивать. Постепенно запускаем свою инфосеть и в Инстаграме, и в ВКонтакте, в социальных сетях, на эфире. Различные телеканалы нам помогают осуществлять деятельность. Мы ищем длинные пути развития, фандрайзинг развиваем, ищем благотворителей. Вот такой проект. Достаточно большой проект. И два года назад к нам обратились из общественного телевидения России, ОТР как раз, и попросили список, кому можно приехать, снять сюжет из числа победителей фонда президентских грантов. И вот проект Центра реабилитации и адаптации был первый, который они вот сами сказали, мы хотим к ним поехать. И они тогда сделали большую передачу, разбили на две части ее, и вот один из больших сюжетов был посвящен как раз этой организации. А как ты туда попала информация? Куда? Ну вот УТР. Они просто взяли регион и взяли список победителей. И, кстати, тогда была ситуация... Мы напишем о победителях. Да, конечно, напишем. Тогда была ситуация как раз вот показательная, после которой у нас первый раз и возникла идея развивать информационную открытость НКО. Когда представители УТР позвонили одной из организаций некоммерческих, которая в списке победителей предложила им, что мы хотим приехать, нам ваш проект показался интересным, мы хотели бы про вас снять сюжет и рассказать. А им ответили, что нет, нам это не интересно, не нужно. Ну, так бывает. Кто-то плохо относится к тому или иному СМИ, например. Да, бывает. У меня есть знакомые из некоммерческих организаций, к ним обращаются с Russia Today, и я не уверен, я боюсь. Это проблема в том числе и нас, журналистов, потому что, может быть, пока мы бежим иногда за какой-то информацией, для того, чтобы сделать что-то красивое и качественно, мы можем где-то натоптать вишний раз, где-то бросить какое-то, может быть, не то слово, которое вы бы хотели услышать. Так бывает, это не всегда со зла, да, то есть, бывает проблема коммуникации, да, и поэтому человек иногда замыкается и говорит, нет, я не хочу иметь больше дела со СМИ, они напишут какую-то фигню, мне это все не нужно. На самом деле, это, ну, то есть, я понимаю эту проблему, но мне кажется, что это не очень правильно, просто нужно грамотно выстраивать отношения с журналистами, да, и просить там показать перед публикацией, если это возможно, да, сам материал, если это письменный, да, какой-то в форме, выходить на какие-то все-таки личные, да, доверительные отношения, это просто как гарантия. И тогда ребят из ОТР, из ЦРА на машине ночью возили, рассказывали, показывали по всяким вот этим местам, где такие люди могут, да, обитать, и прям находили, и вот как они работают, прям всю процедуру показывали. Дайте угадать, это была программа «За дело»? Я не помню, что-то такое, два года назад было, нет, девушка, по-моему, приезжала. Ну, интересные сюжеты были, мы смотрели, да, действительно, вот такое погружение хорошее было, потому что иногда бывает, что, да, журналист поверхностно что-то сделал, здесь вот такое хорошее погружение было. Ну, то есть, опять же, да, тогда еще не было никакого портала «Открытая НКО», никакой не было пресс-службы еще под названием «Открытая НКО» и там «Добродлив». Потому что журналисту была потребность, был запрос сделать материал, они начали искать, они нашли, им повезло, судя по всему. Судя по тому, как вы вкусно рассказываете, тоже захотелось срочно в такой репортаж. Я хочу сказать, ну, подытоживаю немного, да, вы потом, если что, что выстраивать отношения с журналистами можно, нужно. И это двухсторонний труд, и это не дело одного дня. И, конечно, нужно понимать и сторону журналистики, что это должно быть интересно, событийно, там, через какие-то личные истории. Это большая работа, в которой мы, как ресурсный центр, да, ребята из «Открытого НКО», тоже готовы помогать некоммерческим организациям вырастать над собой, становиться более профессиональными и продвигать, ну, действительно, хорошие и полезные дела. Ну, я скажу, Валаверды, очень приятно, что нас сюда пригласили. И, Антон Георгиевич, огромное вам огромное спасибо и поклон, потому что я думаю, что ваш ресурсный центр может стать источником для нас, как поставки информации от НКО, если правильно их ориентировать. Понимаете, мы же федеральный ресурс, и дать одну точку входа, дальше мы до региональных достучимся, если эта история интересна, мы ее докрутили. Да, вот с этой точки зрения вы, конечно, могли бы нам очень помочь, а мы могли бы вам помочь, потому что, конечно же, мы работаем только для того, чтобы о добрых делах узнавало как можно больше людей. И здесь мы совпадаем, и интересы совпадают, и наш опыт, наши знания, наша платформа, она только для того и создана, чтобы вы могли доносить до своей аудитории те вещи, чем вы занимаетесь. Потому что мы послушали, это очень интересная история, и, конечно, каждая из них достойна публикации, и дальше развитие. Важно включиться в этот процесс, а включившись, вы уже будете чувствовать сами, где, в какой момент нужно какую информацию сообщить, потому что появится некий интерес, драйв, вы о себе увидите, и какой-то отклик пошел, и вот это закрутилось-закрутилось, и дальше уже подталкивать не нужно. Просто у вас очень много НКО, Татарстан очень такая республика в этом плане. Мне кажется, но я все с экологией сравниваю, мне кажется, вы можете мобилизовать свой ресурс и сделать так, чтобы о ваших НКО знали как можно больше. Понимаете, это же от вас зависит, какой регион активнее, про того мы активнее и пишем. Соответственно, тот регион больше и на слуху, и в тот регион больше идет обратной ответной реакции, как в виде грантов, которые выделяются, так и в виде какого-то общего восприятия региона, что какие они там молодцы, что же они там творят, они там обыгрывают чемпионов по шахматам, понимаете, они там велосипедистов запускают, значит, такие проекты, которых нет нигде, они шьют такую одежду удивительную. Понимаете, это же от вас зависит, знаем мы об этом или не знаем, а мы об этом не знаем. Ну вот теперь благодаря передаче часть узнает, но я не являюсь аудиторией этой программы, и поэтому я вот сейчас бы не послушал и не узнал. А напишите нам, и мы узнаем. Всем надо написать, обязательно. Поэтому, как говорится, давайте дружить, да, как говорил кот Леопольд. Мы готовы дружить, и делайте это искренне, с удовольствием, и очень приятно, что мы оказались в этом удивительном городе. Я не первый раз здесь, у вас очень красивый город, поэтому спасибо вам большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!